Добрый день, друзья! Мы находимся на Кипарисовом озере, знаменитом в местности, который называется Суко. Это Новороссийский округ, Краснодарский край, буквально в 15 километрах Черное море. Раннее утро, буквально в 8 часов, здесь состоялось таинство Святого водного крещения, вновь образовавшейся церкви, которая взяла начало своей буквально в ноябре месяце. Приехала группа братьев, мы с женой были и начали здесь служение. Буквально в помещении, которое было без утепления еще крыши, закрыт теплый контур, замерзал лед на полу, в буквальном смысле вот в зиму. Но братья вот так вот с подвязанием, с таким усердием, с посвящением взялись там просто ночевать, жить и прямо в этих помещениях уже обустроились. Так образовался репцентр и первый вот такой добрый плод миссионерского служения и в то же время прохождение реабилитации и уже в процессе именно миссионерского служения. Они приняли решение идти до конца жизни в теле и служить Господу, посвящать себя Господу, служить Иисусу Христу, быть верными Ему, прилежными в деле Божьем, в усердии, не ослабевать. Сегодня вот это вот радостное такое событие таинства Святого водного крещения. Я благодарен Богу, что братья, что, наверное, Богу благодарен, что Бог вот это вот в сердце производит таинство такого посвящения, таинство вот этого Святого выбора. Не просто, значит, где-то быть каким-то, знаешь, таким прихожанином или посидельцем, но быть именно посвященным Божьим таким сосудом, который Бог употребляет в своем, в своей воле, в своем, в своем таком святом намерении. Вот. Через этих людей созидается здесь служение, благовестие каждую субботу в парках, в Анапе, в Новороссийске. Сегодня Анапа, допустим, более трех миллионов одновременно находится людей, перегружены курортные места, но Слово Божие проповедуется среди, может быть, не совсем какой-то, порой даже разврат, никакие-то нечистоты, но Божье Слово, Божия истина, свет Божьего Евангелия распространяется святым народом, святым духом, откровением Иисуса распространяется вот этим добрым пением сестер, проповедью, свидетельством братьев, распространяется служением братьев, именно посвящением. Я верю, что Бог избрал Святую Церковь среди грязи, среди мрака, светить. И твоя задача, моя задача, времени остается совсем мало, не угасать, гореть Божьим огнем, нуждаться в Его Святом Духе, в Его Святом Слове, а именно идти и проповедовать Святой Евангелие. Сейчас у нас уже приобретается, вот в согласовании идут договор подписываться земля, приобретается участок, Господь расположил сердце людей, вот, откликнуться, нам помогает, мы берем участок, начинается строительство репетиционного центра, начинается строительство дома молитвы. Мы радуемся, что Бог сопровождает нас, сопровождает сверхъестественными чудесами, просто каким-то таким волнующим дух торжеством благодати. Благословляем всех, кто смотрит, не останавливайтесь, не ослабевайте, не унывайте, что бы ни было, похлеб, унижение, оскорбление, какие-то клеветы, ябеды, но истина Божьего Евангелия, она будет распространяться, несмотря ни на что. Его гнали, будут гнать и тебя, его унижали, будут унижать тебя. Стой в истине, стой в вере, поступай честно, если в чем-то виноват, попроси прощения. И также мы от всего сердца просим прощения всем, кому бываем соблазном и благословляем всякого, кто смотрит в небеса и идет вперед. Да, благословит Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Но Бог меня все-таки довел до этого дня, я благодарен Ему за это, и этот завет я буду стараться его исполнять в своей жизни.